Так, ну что, к пятнице вроде готов. Баланс пополнил, в кармане записка с моим именем и адресом. О зарядке можно не париться, потому что сегодня у меня, что вы думаете, Asus Zenfone 3. Коробка похожа на матовый графитовый кирпич. Внутри нас ожидает третий Zenfone, кто бы мог подумать. А также документация, сетевой адаптер, кабель USB Type-C и наушники со съемными вкладышами. Между прочим, мелочь, а приятно. Выглядит он очень солидно. Чем-то напоминает Samsung, только без функции ручной гранаты. Металлический каркас, покрытый сверху и снизу защитным стеклом Gorilla Glass. Такой крепыш из стекла и металла. Отдельный респект за тонкость корпуса 6,16 мм и площадь экрана, которая занимает почти всю лицевую сторону. Ну и стоит заострить внимание на Touch ID сзади. Согласитесь, довольно необычная форма, при этом он очень отзывчивый. Расположение кнопок и разъемов будет понятно любому, кто вообще знает, что такое смартфон. Под большой палец кнопка включения, громкость, сверху мини-джек для наушников, снизу разъем для зарядки Type-C, то есть вставлять его можно в любом удобном для вас положении. И слева слот сразу для двух сим-карт, один из которых под microSD-флешку. На дисплей Asus не поскупились, даже перестарались малость. IPS-матрица с повышенным углом обзора, картинка хорошо будет различима на солнце. Разрешение Full HD, диагональ 5,5 дюйма. Есть еще модель с диагональю 5,2 дюйма. Экран очень отзывчивый, мультитач-тест показал все 10 пальцев. То есть играть на нем удобно и есть во что, так как железо тянет любую современную игру. Здесь стоит процессор Snapdragon 625, восьмиядерный, на подхвате у него Adreno 506 и 4 ГБ оперативы. Тест на производительность в Antutu выдал 62 150 очков. Я, если честно, ожидал немного больших цифр, но в целом неплохо. Ну и безусловно, сильная сторона этого гаджета – камера. Давайте сначала матчасть. Сонковская матрица в 16 Мп, побольше, чем у конкурентов. Диафрагма 2.0 и это опять же светлее, чем обычно. Оттого камера неплохо себя чувствует в темноте. Есть возможность сделать снимки ультравысокого качества, имитируя камеру в 64 Мп. Приправим это все оптической стабилизацией, ручными настройками и тройной системой автофокусировки. То есть здесь есть как активный лазер, так и пассивный программный фокус, который позволяет следить за объектом. Скорость срабатывания 0,03 секунды. Очень удобно при съемке спорта и записи видео, которое пишется, кстати, в 4К. Селфи камера непромах, 8 Мп и такая же светлая, апертура 2.0. Аккумулятор на 3000 мАч, это уже неплохо. А если учесть, что процессор энергоэффективный, плюс технология быстрой зарядки. 5 минут у розетки равно 2 часа разговора. В общем, о вечно разряженной батарее можно позабыть. На области для хранения данных Asus не поскупились. 64 ГБ общей памяти, это уже немало. Плюс бесплатное облако в Google Drive на 100 ГБ. А если учесть, что смартфон поддерживает карты памяти до 2 ТБ, то хранить вы здесь сможете весь архив Минской библиотеки. И даже еще место останется. Закачать контент можно через 4G 7 категории или Wi-Fi. Звук очень мощный. Работают сразу два динамика. Спасибо технологии Hi-Res Audio. Ну и в наушниках тоже все отлично. Хотя, если вы ценитель и меломан, то стоит прикупить себе затычки посерьезней. Работает наш дружок, как вы думаете, на чем? Зелененький такой на А начинается. Нет, не арбуз и не алоэ, а Android. Причем шестой свеженький. Сверху оболочка ZenUI 3.0. Интерфейс очень похож на стоковый Android. Столы, меню. Все видоизменяется. Но больше всего мне здесь нравится управление жестами. Например, два тапа – это выключение. В – вызов. Продолжение вызов открылось. Также здесь внедрена функция Game Genie. Это своего рода такой игровой помощник. То есть во время игры вы можете его открыть, сделать трансляцию или повысить производительность устройства. ZenFone 3 получился без слабых мест. Процессор, камера, экран – все здесь отлично. Особенно радует огромный аккумулятор. Из минусов – ну, вот это глянцевое покрытие. Я бы купил к нему чехольчик, конечно. Ну и стоит он, конечно, подороже китайцев. Зато это Asus, а значит это качество и надежность. Узнать о нем более подробно поможет ссылка в описании. А у меня на этом все. Пока. Если обзор вам был полезен, то поставьте лайк. А если остались вопросы, оставляйте их в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дану. Спасибо за связи субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...